всем привет дачный отдых это здорово да но а музыка это еще здоровее еще интереснее я благодарю вас как всегда за то что вы здесь за то что вы смотрите вот это все за то что вы пишете комментарии за то что материально поддерживаете канал это радует меня беспредельно и помогает записывать вот эти замечательные грандиозные неповторимые уникальные ролики ну а я на даче вспомнил прекрасной пластинки fragile называется она группа есть 1971 год я вообще несмотря на всю свою любовь к банкроку к разным радикальным течением направлением к поискам к новому всякому разному я такой абсолютно убитый и самым я с детства люблю группу из собрал все номерные альбомы их не очень много на самом деле ну так среднем сказал гораздо меньше чем гораздо меньше чем уронing stones ну правда если брать огромное количество концертных альбомов есть которые продолжают выходить прямо вот каждый год что-то новое выходит появляется ну и всякие сольные и полусольные малосольные проекты музыканты группы с например бластинка джона андерсона и рона столь то недавно появилась в моих анналах так что так что много на самом деле но фрагил как-то люди говорят разные люди говорят и пишут не все но тем не менее что есть группа сложная вообще и музыка непонятная и что-то такое и слишком уж закрученная замороченная я не знаю я со этой пластинкой познакомился когда учился в школе правда не в младших классах классе в девятом по-моему я услышал ее и это было не первая пластинка группы из которую я услышал первое мое знакомство состоялась когда я был еще достаточно юн но не очень не помню когда но первая пластинка была рлеер с которой познакомиться она сразу меня потрясла хотя я был советский школьник еще такой в общем молодой человек совсем но не ничего непонятного этом для себя не услышал на самом деле мне дико понравилось мне было дико интересно и с огромным удовольствием пластинка слушал до сих пор люблю обожаю считаю одно из лучших наверно пластинок ес и вообще так называемого сложного если хотите скажу прогрессивного рока ну а фрагер я услышал позже значительно хотя пластинка вышла раньше да но в советском союзе не всегда удавалось в хронологии получать пластинки что привозили люди которые ездили за границу и те редкие люди которым удавалось поехать за границу по работе в основном это матросы всякие мореплаватели дипломаты и другие люди профессии которых связаны были с неизбежным выездом за границу простому человеку выехать за границу было вообще это как бы анреал полный чтобы там не говорили не писали в соцсетях я читаю как я умею с умилением читаю воспоминания советском союзе людей а за границу ездили захват по парфсоюзной путевке или там вообще просто кто это что это за бред что это за чушь какие-то как это параллельная реальность какая за граница вы что с ума сошли наверное да ну вот тем не менее пластинка у нас появлялись моряки привозили и дипломаты да и на черном рынке все это покупалось и вот fragile классе в девятом да наверное его услышал пластинку взял у друзей записал на магнитофон потому что не было денег чтобы покупать все что хотелось бы купить на черном рынке и могу сказать что не только я и а и мои одноклассники все те которые интересовались рок-музыкой с большим удовольствием эту пластинку слушали и никто не кричал что ах это сложно ах это непонятно ах это заморочено ах что то такое бля-ля-ля траля-ля прекрасная музыка прекрасная она непростая в исполнении и в композиции безусловно она непростая на сложная но она все равно это поп-музыка чтобы кто не говорил все равно это популярная музыка эта музыка для больших скоплений народа не могу сказать во всяком случае во всем мире люди ходят на группу с огромное количество поклонников огромное количество фанатов очень большие тиражи пластинок и все в порядке в россии кстати тоже очень много людей которые любят ес и никто не говорит что это вообще невыносимо слушать очень даже выносимо но я заболтался группы с 71 год первая пластинка с участием рика вейкмана он пришел те кто любит если это все прекрасно это второй альбом с участием стива хау и можно сказать классический состав да хотя составов уезд было достаточно много изменений в составах было достаточно много вместо вейкмана играл даже игорь хорошев русский парень на трех альбомах правда всего только на трех но я до них дойду расскажу и про игре хорошего и про эти альбомы джон андерсон билл бруфорд стив хау крис square рик вейкман собственно говоря и все быстренько хотелось еще что-то рассказать и пластинка это она на самом деле она очень игривая очень игривая и очень странная потому что здесь всего четыре песни и пять сольных инструментально бокально инструментальных номеров от каждого из участников от всех пятерых джон андерсон написал и спел и исполнил произведение у их of heaven не длинное такое но сколько там записано голосов сосчитать я даже не брался и не пытался потому что ну там так сделано так все это распето такие нельзя назвать это бэк вокалами там хор с одной стороны хор снизу небольшой голоса сверху и лидирующий вокал еще впереди голоса 3 примерно вот так вот и все это переплетается все это безумно красиво а еще один голос появляется в серединке начинает какие-то внятные внятные но непонятные слова произносить пропевать очень интересная композиция we have heaven это вот один из сольных номеров участников компании второй сольный номер то есть we have heaven это третье произведение на первой стороне канцин брамс понятно это рик вейкман блеснул это номер два на первой стороне по мотивам брамса а именно 4 симфония ми минор третий фрагмент но это конечно в транскрипции вейкмана это все все не так как у брамса то есть почти так но но все-таки это рок все-таки это ес все-таки это вейкман это все с юмором мастерские точно тонко и сроковой подачей которая отличается от классической подачи потому что разное понимание ритма в классической музыки и в рок музыки любой композитор вам скажет любой музыкант который учился в консерватории я не учился меня это это знаю и слышу но в общем очень интересно это все сделано дальше идет у нас до фиш до фиш это крис сквайр понятное дело игра на бас-гитаре с разными тембрами с разными инструментами очень интересная и аккордовая игра на бас-гитаре и нормальная игра на бас-гитаре 1 голоса и там ни одна бас-гитара их несколько и очень интересно причем эта штука вытекает она является как бы продолжение песни лонглистанс раунд раунд номер два на второй стороне очень красивая песня очень яркая а вот меня потом расскажу и вот эта песня она за песня группы есть когда все вместе играют одна из четырех песен на альбоме и она заканчивается выходом стива хау на электрической гитаре во флажолеты такие дружим флажолеты вот такие летят 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 и начинается вот эта история криса сквайра и такое еще не что это продолжается песня от не продолжается песня это соль номер криса сквайра перед ней идет открывая вторую сторону 5 процент это билл бруфорд в сопровождении и вейкмана и стива хау и бас-гитары не один только билл бруфорд не одни барабаны ну там барабаны там интересный очень размер интересная задумка коротенькая меньше минуты по моему она идет и около минуты что такая 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 барабанная фантазия очень крутая и mood for a day предпоследний номер стив хау играет на акустической гитаре волшебно смесь средневековой музыки фолка и рока куда деваться ес это все-таки рок-группа кто бы что не говорил про про сложности про там какие-то это рок-группа и фраджайл одна из наверно самых роковых самых чуть несколько прямых нет ну самых боксом роковых пластинок да особенно песням соц сайт and of the sky последняя на первой стороне у меня такое ощущение что здесь они предвосхитили альбом тормата вот эта песня она спокойно могла бывает перепрыгнуть через несколько альбомов и войти в альбом тормата она так она построена на гитарном рифе и она просто вот в тормата туда рок такой урок хотя ну есовский конечно все очень сложно все там сложно сыграно сложно придумано для восприятия прекрасно но это такая чист чистый рок просто вот в исполнении ес прекрасная штука другое дело что вторая часть этой песни социальцев дескай пошли опять распевки хор и опять темп меняется и джон андерсон все-таки пришел и сказал ну хватит тут зарубать давайте ка это самое мы все-таки ес или кто кто надо мы вот так все здорово ну и конечно показательные песни roundabout первый номер который на концертах бесконечно без конца исполнялся на не знаю не на всех наверно концертах но очень часто очень известная штука начинается как всегда выплывает звук мелатрона на нем акустическая гитара с около испанскими какими-то такими фразами стива халл и после этой легкой прозрачной космический космической испанской акустики пошли все мощно вперед и крис сквайер что здесь наиграл на этом альбоме этому непостижимо потому что ну тут и билл бруффорд и крис сквайер здесь дали такого джаза широком смысле этого слова что любо-дорого слушать на этом самом раунда баллов после вот этого все уже и шестнадцатыми пошла фигачить бас-гитара сквайера с таким пробивным прорезным звуком очень хорошо читаем у него звук гитары баса не уходит круглые такие вот у него очень жесткая очень жесткий тембр и так пошла нестись вот на этой бас-гитаре эта песня раунда баллов ну другое дело что и андерсон поет прекраснейшие мелодии там замечательно она она все это она несется вперед она быстрая такая и во второй части этой песни чудеса показывает уже билл бруффорд какой-то навал перкуссии навал барабанов я не знаю что там использовано было бруффордом там просто шквал ударных инструментов разнообразных но это не превращено в не пример не превращено в классическая традиционная скучная хард-роковая барабанная соло тут вообще не соло он играет вообще здесь нет как бы соло ни у кого и билл бруффорд здесь играет в песне ну просто его партия меняется расширяется и углубляется и это очень круто и что касается отсутствия соло соло здесь нет нигде такого соло специального соло но при этом соло играют все стип хау играет с первого такта до последнего песня hot of the sunrise прекрасный есовский эпос замечательный где много мелодий много частей много смен гармонических ритмических все но все играют так партитура написано это оркестровое произведение для рок-группы то есть нет такого чтобы играется риф потом там соло потом опять поэтому что-то там поется куплет единое целое монументальное произведение виртуозно исполненные всеми я уже говорил и про криса сквайра и про бруффорда и про стива хау и вейкман везде поддерживает кучей клавишных инструментов очень много тут чего вся всякого имени муками латрон и фортепиано и черт сломит что там еще есть ну и андерсон конечно со своей сотней голосов примерно который он записал здесь это шикарная пластинка она очень кайфово воспринимается это шикарная пластинка